Современные самолёты уже много лет считаются самым безопасным видом транспорта. Это достижение в основном связывают с очень высокой надёжностью пассажирских лайнеров. Роль аэропортов остаётся несколько в тени. Но без организованной там системы проверки и досмотра пассажиров и грузов гражданская авиация никогда не смогла бы достичь такого уровня защищённости. Охрану порядка на территории обеспечивают многочисленные сотрудники службы авиационной безопасности. Нюансы их работы особо не разглашаются. Но в одном из российских аэропортов специально для канала «Авиасмотр» согласились рассказать о некоторых деталях устройства системы контроля за безопасностью, а также показать, как работают и проходят подготовку действующие сотрудники службы. Московский аэропорт Домодедово — одна из крупнейших воздушных гаваней России. По итогам 2019 года его пассажиропоток составил более 28 миллионов человек. Из них почти 12 миллионов пришлось на международные рейсы. 45 авиакомпаний из разных уголков мира выполняли полёты по 187 направлениям. На перроне аэродрома наиболее часто можно увидеть самолёты S7 Airlines и уральских авиалиний. Оба перевозчика, входящие в пятёрку самых больших российских авиакомпаний, выбрали Домодедово в качестве московского хаба. На входе в здание терминала все пассажиры и гости аэропорта проходят обязательную процедуру досмотра. Россия — одна из немногих стран, где это требование закреплено законодательно. На входных группах установлены рамки металлоискателей и интроскопы — специальные приборы для досмотра личных вещей. При помощи рентгеновских лучей они позволяют обнаружить запрещённые для транспортировки предметы и вещества. На нескольких входных группах аэропорта Домодедово стоят вот такие энтероскопы. Для удобства пассажиров мы закупили новое оборудование. Включительная особенность — входное окно метр на метр, когда как у стандартного энтероскопа 60 на 80 сантиметров. Коляску, например, можно даже не складывать. Иногда во время досмотра или на стойке регистрации сотрудники службы безопасности могут задать пассажирам и гостям простые вопросы. На вроде «Куда летите?» или «Каково содержимое вашего багажа?» Это не простое любопытство, а использование методики профайлинга. Задача инспектора — выявить потенциально опасных людей по особенностям их поведения, внешнему виду, мимике и жестам. Сотрудники аэропорта наравне с пассажирами проходят те же процедуры досмотра. Чтобы попасть в служебные помещения контролируемой зоны, им необходимо проследовать через ещё один пропускной пункт. Перед ним установлены турникеты, которые откроются только после проверки биометрических данных и прохождения экспресс-теста на состояние алкогольного опьянения. Для этого делается выдох в сторону рамки, и лазерный алкотестер практически сразу выдаёт результат проверки. Если рамка подсветилась зелёным, турникет откроется. В аэропорту Домодедово действует широкая система видеонаблюдения. Одних только камер в здании аэровокзала более полутора тысяч. Около сотни каналов видеоаналитики передают изображение в режиме реального времени и позволяют анализировать его по различным сценариям, например, в случае обнаружения бесхозных вещей. Камерами полностью просматривается привокзальная площадь, а также вся территория и периметр аэродромного комплекса. Неотъемлемой частью безопасности современного аэропорта является кинологическая служба. Нюх собаки до сих пор намного чувствительнее самых современных приборов и позволяет найти среди множества запахов именно тот, который нужен. Кинологической службе аэропорта Домодедово уже больше 15 лет, и сейчас там содержится более 30 собак различных пород. Среди них немецкие и бельгийские овчарки, а также вот такие английские кокер-спаниели. Их небольшие размеры позволяют намного быстрее провести досмотр в таких тесных местах, как салон или грузовой отсек самолёта. Кинологи со своими подопечными каждый день осматривают всю привокзальную территорию, а также работают и внутри здания аэровокзала. Впрочем, для собаки это вовсе и не работа, а игра, где за выполнение задания она получит награду. Среди большого скопления людей и постоянного шума она по запаху должна найти взрывчатые вещества или оружие, а при их обнаружении подать пассивный сигнал о находке кинологу. Например, это может быть определённая поза тела. Тяжёлый труд четверолапых помощников очень ценен, и отношения к ним соответствующие. Некоторое время назад мы провожали на пенсию немецкую овчарку, которая служила достаточно давно в аэропорту Домозедова. Мы устраивали ей некий прощальный тур по аэродрому, показывали ей самолёт, последок из окна машины. Игра в пейнтбол — это часть занятий по тактико-специальной подготовке. Одна команда пытается пробиться на территорию условного аэропорта, другая должна отразить нападение. Специалисты службы авиационной безопасности аэропорта Домозедова принимают участие в учебном мероприятии «Секьюрити Кэм». Здесь они отрабатывают практические навыки в области огневой, физической и психологической подготовки. «Секьюрити Кэм» проходит уже третий год подряд. Цель совершенно прикладная. Мы в полевых игровых условиях отрабатываем разные сценарии, которые могли бы пригодиться действующим сотрудникам службы безопасности. «Секьюрити Кэм» делится на две недели, и в каждую неделю у нас участвуют по 100 сотрудников. Каждый день у наших участников расписан поминутно. Начинается он в 7.30 утра с строевой подготовки, дальше небольшая разминка, и они расходятся по локациям. Также у них проходит тактика-специальная подготовка, они занимаются боевым искусством Шангии, занимаются спортивными мероприятиями. Ну и, конечно же, каждый вечер, чтобы им немножечко расслабиться, для них есть интерактивные мероприятия, как брейн-клабы, мероприятия по знакомству, команда образования. То есть немножечко, чтобы снизить градусы и расслабить их. Снизить градус — это не преувеличение. «Секьюрити Кэмп» проходит в очень интенсивном режиме и больше похож на армейские учения с боевыми стрельбами. А потому случаются и вот такие сюрпризы. Помимо основных участников, каждый день приезжают школьники Домодедовского района. Для них, по сути, та же программа, только чуть-чуть в упрощенном виде, чтобы они могли со всем этим справиться. Соответственно, каждый день они приезжают, знакомятся с профессиями. Для них есть отдельная локация, которая не используется, кстати говоря, основными участниками. Это парк профессий, где мы их знакомим более подробно с профессиями Домодедового секьюрити. На одной из площадок «Секьюрити Кэмпас» имитировали входную группу аэровокзала. Здесь установили рамки металлоискателя и интроскоп. Домодедовских школьников учат пользоваться этой техникой и с помощью неё находить запрещенные к проносу предметы. Современные интроскопы позволяют увидеть содержимое багажа в нескольких проекциях и довольно точно определить, из каких материалов состоят отдельные вещи. Современный аэропорт — это одно из самых безопасных мест, где собирается большое количество людей. Обязательные процедуры досмотра и современное высокотехнологичное оборудование обеспечивают сохранность жизни пассажиров и гостей воздушной гавани. Во многом благодаря работе комплексной системы авиационной безопасности в аэропортах гражданские воздушные перевозки стали настолько защищёнными и комфортными. Это канал «Авиасмотр» — приятных и безопасных путешествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова